Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, приветствую всех! Братья и сестры из Санкт-Петербурга. Здесь, на острове Васильевском, сейчас я нахожусь, это большой проспект, и вот здесь находится кирха, лютеранская церковь, лютеранская кирха Святой Екатерины. И вот сейчас, через несколько минут, будет экскурсия. Сегодня ночь в музеях, сегодня очень необычный такой день. 18 мая, и вечером сегодня вот здесь, на такой прогулке по вечернему Санкт-Петербургу. Не обманывайтесь, хотя вот светло как днем, но это уже вечер вообще-то. Здесь белые ночи, поэтому здесь даже можно хоть ночью даже газету читать. Вот так вот. А здесь чуть дальше, там улица, самая узкая, самая узкая улица в Санкт-Петербурге. Репина. Репина, о, Репина. Как же я мог забыть, извиняюсь. Художника Репина. Художника Репина. Да, художника Репина. Это непростительный грех. Ну ладно. Вот художника Репина, улица Репина, она самая узкая здесь. Вот по ней проехались мы, значит. И вот сейчас, вот уже народ подходит, будет экскурсия. И Петербург, чем он, конечно, уникален с самого своего зарождения, это город закладывался как город, ну, во-первых, столица, да, безусловно. Во-вторых, это как город такой многоконфессиональный, то есть не моноконфессиональный, как обычно всегда города закладывались прежде, до Петра Первого. Сохранился даже документ времен Петровска, ну, с Петровской печатью, подписью, который говорит о том, что этот город изначально будет городом, где будут церкви разных конфессий, разных, там, динаминаций, вот. Ну, в тех вот выражениях еще, в тех слов, вот, 18-го столетия, получается. Так что вот такой Санкт-Петербург, город Петра Творения. Благословляю всех вас во имя Господа Иисуса Христа. И молюсь, конечно, за Питер, молюсь о духовном пробуждении Петрограда, Петербурга. Слава Богу! Все, до встречи, с Богом!